МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечером на спортивной площадке 2-й гимназии было шумно и весело. Ребята рисовали на асфальте, пели песни, танцевали и придумывали интересные идеи. У детей всегда много талантов и необычный взгляд на мир. В проекте «Дворовая практика» ребята смогли раскрыть себя, развить творческие способности и креативное мышление. Сегодня Всемирный день навыков молодежи. В честь этого праздника мы решили подготовить им такое мероприятие, игру под названием «Мои таланты». Мы взяли несколько талантов, которые могут сейчас быть у ребят, и попытались как можно больше в них раскрыть эти таланты, такие как танцы, песни, фантазия. На дворовую площадку приходят играть дети разного возраста. В коллективе мальчики и девочки учатся взаимодействовать, слышать друг друга, проявлять терпение и уважение. По чутким руководствам наставника ребята не только весело проводят время, но растут и развиваются. Тут мы их учим, я думаю, быть добрыми, относиться ко всему, хорошо дружить, потому что мы здесь все вместе, у нас большой коллектив, к нам часто приходит много ребят, и мы как-то пытаемся сплосить их всех вместе, чтобы они не ругались, умели вместе дружно работать, как-то играть в команде. Дворовая практика проходит не только на улице, но и в стенах местных клубов. Сюда дети приходят за отличным настроем, весельем и общением. Мне сегодня понравилось фантазировать, танцевать, выбирать, какой самый лучший рисунок. И еще тут очень хорошо можно погулять, поиграть. На дворовой площадке очень весело, мы здесь играем в пионербол, волейбол, в разные другие спортивные игры, и не только спортивные, также у нас есть игры на логику, мозговой штурм, алиас. Игры на дворовых площадках города проходят ежедневно с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. Следить за новостями можно на сайте Центра внешкольной работы и в группе ВКонтакте. Геннадия Фатина на лыжах научили кататься родители. Юноше очень понравилось это занятие, и он решил пойти в лыжную секцию. Из всего разнообразия форматов тренировок Геннадий предпочитает кросс, потому что он повышает выносливость и укрепляет мышцы. У нас кросс, роллеры, классические роллеры, коньковые, лыжи, велосипед и походы. Мне нравится кросс, потому что он всегда на свежем воздухе. Мы гуляем по свежему воздуху, знакомимся с природой. Дарья Зюзяева занимается в секции уже 6 лет. За это время девушка научилась технике лыжного хода, приобрела скоростную выносливость и участвовала в различных соревнованиях. Самыми важными элементами подготовки для лыжника летом Дарья считает кросс и лыжероллеры. В бегу развивается скорость, и на лыжероллерах скорость, и техника. В лыжной секции ребят ждут разнообразные тренировки. Для каждого воспитанника подбирают индивидуальную нагрузку в зависимости от возраста и физических возможностей. По словам тренеров, научиться кататься на лыжах и добиться спортивных успехов может каждый. У нас ребята приходят, и то мы, профессионалы, и то не можем сказать, что вот он будет обязательно лыжником. Но, тем не менее, если ваш ребенок бегает, ему нравится бегать, если он катается на лыжах, ну, конечно, у нас больше выносливость. Если ребенок может долго бегать, то это к нам. Если ребенок не умеет кататься на лыжах, то тренеры научат его базовым навыкам и поставят технику лыжного хода. В этом году в группу начальной подготовки ребят ждут Седова Елена Сергеевна, Шаров Павел Николаевич и Смещук Ирина Валентиновна. Глеб Данилов приходит на памп-трек каждый день, чтобы покататься на велосипеде. По словам юноши, ему нравится здесь заниматься, потому что трек несложный и безопасный. Глеб очень расстроен, что ребята, которые так же, как и он, приходят покататься на памп-трек, не ценят труд тех, кто его построил, и портят площадку разными надписями. Кто-то делал этот трек, ребята разрисовывали. Ну и кто делал этот трек, может быть, обидно. Леонид Потекин впервые пришел на памп-трек, когда его уже изрисовали. По словам юноши, это хороший спортивный объект для тех, кому нравится кататься на велосипедах, самокатах и роликах. Леониду очень обидно, что люди, которые придут сюда впервые, как и он, увидят не новую красивую площадку, а чье-то неуместное творчество. А если кто-то это делает, и ты изрисовываешь, то получается тому же человеку обидно. И получается, надо поставить себя в это положение и больше так не делать. Эксплуатацию памп-трек сдали меньше года назад. Новый спортивный объект сразу стал точкой притяжения для тех, у кого есть велосипед, ролики, скейтборд или самокат. Но, к сожалению, в изначальном состоянии памп-трек продержался недолго. Срок довольно-таки маленький. Памп-трек был в хорошем состоянии, то есть совершенно новые мафы были поставлены, конструкция. И вот через год мы можем наблюдать, какие изменения здесь произошли. Новые мафы были покрашены в шоколадный цвет, но вернуть изначальный вид объектов сотрудникам лыжной базы не удалось. Белые надписи ничем не оттирались. То, что от нас зависело, мы, конечно, попытались все эти надписи удалить, но, естественно, растворителем мы не смогли это удалить. Пришлось, соответственно, и скамейку, и информационную доску закрасить. В таком виде площадка тоже продержалась недолго. Уже на следующий день на закрашенной информационной доске появились новые надписи. Тимофей Антонов приходит на дворовую площадку каждый день. Больше всего ему нравится играть в футбол и участвовать в спортивных состязаниях. В Блиц-турнире Тимофей играл за команду «Мамонты», которая одержала победу над соперниками со счетом 5-0. Игра хорошая. Мне понравилось то, что команда была послабее нас, но сама мы поиграли. Мы подавались им, конечно, но нам понравилась игра. Михаил Орекин занимается футболом профессионально. В свободное время он всегда приходит на площадку, чтобы отточить полученные на тренировках навыки, посоревноваться с другими ребятами и поучаствовать в различных конкурсах. По словам Михаила, соперники были достойны, но тактика помогла победить его команде. Я верю в команду, поддерживаю очень сильно. Мы изначально готовили план, как обыграть маленьких. Ну, додумались до того, как в пас играть очень хорошо. Проект «Центр внешкольной работы» Двориса Рова объединяет всех. На спортивной площадке могут состязаться как опытные спортсмены, так и любители. А педагоги помогают ребятам в организации различных состязаний. Самое главное, по словам организаторов, чтобы ребята весело и с пользой проводили летний досуг. Тут все желающие, то есть объявления по телевизору было, по радио, по домам вешали объявления. И все желающие, независимо любого взрослого, маленький взрослый, приходят. А мы здесь уже разделили младшие группы и старшие, и по силам. Более-менее команда интересна была, и приятно было им играть, бороться. Все участники соревнований получили от организаторов памятные грамоты и сладкие призы. На профильную смену «Наше дело» Владислав Храмушев впервые попал в 16 лет. До этого молодой человек не был в лагерях, и ему стало интересно попробовать для себя что-то новое. Больше всего Владислав заинтересовала возможность познакомиться с новыми интересными людьми и вместе с ними создать полезный для города проект. По словам активиста, у него еще много идей для проектов, которые он надеется реализовать. Преимущество снова заключается в этом, потому что появляются новые знакомые, новые общения, какие-то интересы. Что-то вы начинаете делать с этими людьми. Если проект создаете, общая тема у вас есть еще. Каждый год организаторы выбирают актуальную тему, которой будет посвящена смене. В этом году выбрали волонтерство и разделили его на три направления. Культурное волонтерство, событийное волонтерство и медиа-волонтерство. Чтобы участники смены смогли выбрать то направление, которое им по душе. Стоит отметить, что последний, наверное, год, можно уже говорить даже полтора года, волонтерство становится одним из самых важных направлений в обществе. Общественной деятельности, социально значимой деятельности. Мы понимаем, каким причинам, да, то есть ковидное пространство, локдаун и вся наша новая реальность показала нам, что без волонтеров мы не можем. Традиционно смена длится 10 дней. За это время педагоги и приглашенные спикеры помогут участникам смены в создании уникальных проектов. Цель каждого проекта – получить грант на реализацию, чтобы сделать наш город чуточку лучше. Мы будем давать как можно больше теоретических и практических знаний желающим вот в эту грантовую систему окунуться с головой. Потому что, ну, стоит только один раз увидеть на своей почте обратную связь от организатора, что ваш проект выиграл там президентский грант, мурашки бьют по всему телу, ты четко понимаешь, что я вот это старался, я это отписывал, я это делал, я эту идею несколько лет вынашивал, и вот, пожалуйста, она получила реальную финансовую поддержку. И она реально будет реализована в нашем городе. Стать участником профильной смены могут все желающие от 16 до 23 лет. Те, кто хочет самостоятельно выбрать направление волонтерства, могут заполнить анкету участника профильной смены в группе ВКонтакте «Саров молодежь».